всем привет друзья с вами валерий и сегодня хочу рассказать как по просьбе друзей мы подбирали бюджетный комплект начинающему спиннингисту и что в результате у нас получилось нашей задачей было подобрать комплект обладающий некими свойствами определенным бюджетом небольшим универсальностью то есть спиннинг предназначенный для ловли практически на все виды приманок с определенным тестом определенным строем в конечном итоге мы остановились на изделиях фирмы флагман и сейчас я подробненько расскажу о том что из себя представляют эти изделия и какой получился у нас комплект вот друзья такой комплект мы подобрали и спиннинг и катушка одной серии одного производителя то есть это производитель флагман серия blackfire и давайте обзорчик начнем со спиннинга значит развязываем то есть по чехлу уже понятно что это бюджетная серия ну как вы видите спиннинг штекерный так называемый двухчастник посмотрим что он из себя представляет начнем с кумлевого колена оформление простенькое матовый бланк ну я честно говоря предпочитаю матовые они более износостойкие и дольше сохраняют товарный вид ну и на ощупь довольно таки приятные не скользкие тактильные ощущения на высоте значит оформление весьма скромное название фирмы название серии blackfire и соответственно коротенько о данных спиннинга fbf что означает флагман bigfire 702l длина 2,13 метра то есть 213 сантиметров и тест по приманке от 3 до 12 грамм катушка держатель с нижней гайки довольно качественный обычной схемы которая разработана фирмой fuji сама рукоятка сделана из эвы на ощупь приятная и конечно соответственно очень легкая на торце фирменный знак производителя фаворит кстати фирма фаворит это воронежская фирма то есть наша российская строй спиннинга быстрый fast это видно и по кончику то есть сопливости и хлипкости у него нету он спроектирован как многоцелевой то есть принципе это как раз тот универсал который мы искали что касается его характеристик сейчас мы их проверим транспортную длину производитель определил как сто десять с половиной сантиметров у нас более длинная комблевое колено поэтому по нему мы сейчас транспортную длину и определим сто десять с половиной чуть поменьше но в данные параметры спиннинг вписывается накинем еще там пол сантиметра на чехол как раз сто десять с половиной получится длину производитель указывает как двести тринадцать сантиметров и сейчас мы это дело проверим так соединим до начала верхнего колена нижнее померяем получается у нас до верхнего колена сто пять сантиметров берем эту же точку смотрим сто девять сантиметров сто пять и сто девять это получается сто четырнадцать но наверное со временем притрется соединение немножко он сядет я пока спиннинг не мой сильно не насаживаю его поэтому может быть он и более плотно может сесть поэтому в общем-то у меня получилось сто четырнадцать так и длина рукояти кому-то это важно у всех свои предпочтения кто-то любит длинные рукояти тем более когда рукоять разнесенная здесь определенный рычаг кому-то может нужен значит длина рукояти тридцать шесть сантиметров и от катушка держателя до ножки первого кольца 50 сантиметров диаметр первого кольца внутренний полтора внутренний диаметр первого кольца полтора сантиметра и теперь проверим сколько весит наш спиннинг производитель заявляет вес сто десять грамм а мы сейчас проверим вот так у нас ничего нигде не упирается и второе колено и того сто восемь грамм то есть в принципе даже на два грамма меньше накинем на погрешность весов на нюансы производства ну в общем то в сто десять граммов как заявляет производитель мы вполне укладываемся спиннинг легкий значит и стоимость спиннинга составляет от двух тысяч в интернет магазинах до двух с половиной в розничных может где-то дешевле где-то дороже но вот в такую цену мы уложились вполне бюджетно и вполне неплохие характеристики при этой стоимости так спиннинг пока в сторонку и смотрим катушечку которую мы к нему подобрали того же производителя той же серии так смотрим значит в комплект входит инструкция схема для любителей разбирать присутствует здесь не ошибетесь в комплекте нету сожалению чехла для катушки упакована просто в целлофановый пакет и смотрим что из себя представляет эта катушечка но дизайн неплохой преобладание черного цвета катушка называется флагман blackfire 2004 это 2000 размер примерно по классификации зарубежных производителей имеет три шарика подшипника плюс один ролик передний фрикцион передаточное число 50 к одному то есть катушка в общем-то довольно скоростная клипса имеется шпуля металлическая низкопрофильная что хорошо то есть здесь нет необходимости при намотке лески делать какой-то бэкинг то есть подмотку под леску можно леску наматывать непосредственно прямо на катушку лесоемкость на катушке указана наш пули на торцевой части 0 12 миллиметров 140 метров 015 100 метров 018 70 метров рукоять у катушки без всяких быстро складывающихся механизмов почему я не люблю быстро складывающиеся всевозможные вот эти с застежками с кнопками фиксаторами а потому что они гораздо быстрее разбалтываются и в деталях появляется люфт у таких которые крепятся на противоположной стороне затягиваются гайкой все эти люфты и шатания появляются гораздо позже или не появляются вообще корпус катушки выполнен из пластикового композита рукоятка алюминиевая как переставлять ручку на другую сторону показывать не буду думаю это все знают гайка откручивается катушка переставляется с этой стороны гайка соответственно закручивается значит шпуля бортики имеет высокотвердое напыление ролик лесоукладывателя вращается свободным тоже изготовлен из высокотвердых металлов значит это напыление позволяет спокойно использовать плетеный шнур не он не будет повреждать катушку соответственно не катушка не будет повреждать наш шнур так и параметр который нам необходим при выборе комплекта это соответственно вес катушки производитель заявляет вес катушки 252 грамма соответственно мы это сейчас и проверим ну так и есть весы показывает 251 и 4 десятых то есть в 252 грамма мы укладываемся здесь производитель тоже не лукавит и мы имеем тот вес который указан в характеристиках катушки значит на корпусе имеется переключатель антиреверса в свободном состоянии катушка может вращаться в любую сторону при включенном антиреверсе катушка работает только на намотку лески по заявлению производителя и это указано на коробке имеется система моментального антиреверса то есть назад при включенном антиреверсе катушка не сдает ни одного сантиметра все вот она как идет вперед назад нет сейчас она немножко болтается потому что гайка не затянута но тем не менее антиреверс мгновенный так и теперь нам то главное чтобы у нас получился комплект подходящий поэтому собираю спиннинг крепим катушечку и смотрим где у нас центр тяжести где-нибудь в районе вот здесь переходы ручки в бланк центр тяжести у нас должен быть но так и есть в общем то комплект у нас получается довольно сбалансированный принцип баланса в общем то можно проследить потому как в древности ну в принципе и сейчас производят холодное клинковое оружие типа мечей сабель где основной вес вкладывается в рукоятку что позволяет манипулировать оружием в бою и при этом с наименьшей усталостью руки точно также принцип и на рыбалке я обычно стараюсь держать так чтобы у меня палец находился на бланке примерно таким вот образом для того чтобы обеспечить максимальную чувствительность поклевки итак друзья у нас получился вот такой комплект выполнены в едином стиле значит как цена катушки для нас составила две с небольшим тысячи рублей это в розничном магазине наверняка в интернет магазинах можно найти и подешевле общая стоимость комплекта составила примерно 4100 рублей то есть при таком качестве при таком весе я считаю что цена довольно таки приемлемая ну вот на этом все друзья мы рассмотрели вполне бюджетный набор начинающего спиннингиста спасибо что были со мной заходите чаще подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии за любую активность на канале буду вам очень благодарен до новых встреч друзья всем не хваста не чешуи